Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 458. События дня. Евангелие Теяна 5.44. А славы, которые от единого Бога не ищите. За 14 марта 2017 года. Маленькие объявления. Считайте. По скайпу можно выходить на меня с 4 до 16 Москвы. И вот дальше. Тоже ждет разговора. Даже сначала попросить разрешения. Вот так. И вот дальше читай. Сергей Игнатов. Спаси Христос. Ученик не выше учителя. А дерзкий и вовсе не достоин. А потому отпадает от учителя, пораженный бесами. Смотрю со стороны, как читает послушник текст. И чувствую нотки духа противления. Несовместимого с читаемым текстом. Можете ошибаюсь. Простите меня. Никита. Прости меня, Никита. Это видно по интонации, по всему как. Дальше. Семья Д. Мир вам. По поводу обсуждения статьи я списался с тем человеком, кто мне ее отправил. И предложил ему обсудить ее в скайп-беседе с вами. Он заинтересовался и согласился. Он о вас наслышан. Его зовут Дмитрий Белоусов. Он с вами спишется по скайпу. Спаси Христос. То есть мне, вот этот человек, вот с семьей, да, они прислали материал о том, что когда можно иметь дело с женой во время поста, и эти правила, они неправильные, которые приняты. Ну и на меня скинули статью, так сказать, вот разберите. Я разобрал и скажу, да там разбирать нечего. Она сама по себе пойдет. Один стих разберу, остальное сгинет как дым. Я говорю, дайте мне того, кто это написал статью. Он говорит, я его найду, того только прислал. И вот он на это отвечает. Соболев Юрий. Мир вам, Игнат Тихонович. Сегодня у меня, по милости Божьей, радостное событие. Приобрел приставку, с помощью которой можно смотреть Ютуб по телевизору. У современных ТВ это встроенная функция, а у меня же нет. Разумеется, главным образом, это для того, было мною приобретено, чтобы смотреть ваш канал. Большой экран не привязан к компьютеру и прочее. Уже апробировал. Посмотрел собрание общины. Красота. Вторую неделю возревает вопрос к вам, Игнат Тихонович. Видите как. Обо всем сообщаем друг другу. Поискал на сайте, не нашел. Может, не так вводил ключевые слова. Во многом вопрос спровоцирован вопросом, которому вы уделили достаточное внимание в недавнее время. О шарообразности Земли. Если с Землей вопросов у меня никогда не было, то вопрос антропогенеза видится актуальным. Как ответить на него максимально развернуто во свете Библии? Святых отцов научно-исторических изысканий. Сколько времени существует человек на нашей планете? Вопросы какие ставят? Вот, видишь, вопросы. Была ли эволюция именно человекообразного существа? Про обезьян не говорю. Сея глупость как минимум. Кто такие недовертальцы, сенат-тропы и прочие? Полагаю, ответ уже имеется в ваших книгах. Но пока его не нашел. Игла. Из архива. Я отвечаю, заведил из архива, там из книг. Он не нашел, потому что я не знал, какие слова. Я сразу нашел, что там. Когда рисуют предка человека, неодертальца, австропитека, то назлобщина, выпуклая и руки почти до земли. Надлобница. Да никогда таким человеком и не был. Это просто советского пенчушку сфарафировали после запоя. Первые люди были намного красивее теперешних красоток. И никогда рост не ценился низкий, но всегда высокий. Так и нынче. На конкурс она должна быть не ниже 180 сантиметров. Человечество целенаправленно уничтожает лучших. Они погибают в репрессии, в войнах первые. Стукачи же, охранники и предатели, плодят от своих и от жен погибших, подобно же племя. Красота исчезает стремительно. Особенно у русских, когда лучшие утекают за границу на панель. Фараонову дочь была также поражена красотой ребенка. И она не подумала, что это чей-то детеныш. И сразу нашел такое стихотворение, где упоминаются эти австралопитеки. То есть приматы предыдущие, от кого человек произошел. Вот в Австралии нашли, там переходное звено, такой согнутые, руки по земле. Я говорю, да это пенчушку сегодняшнюю сантографировали. Дальше. Стихотворение. Стихотворение. Этапы пройденного стоит рассмотреть. В истории страны, в своей судьбине. Ошибки высветить, не допустить их впредь. Не зря же ценится неоднократно битый. Привычное, обжитое и теплое жилище. Пора подходит передать надежным. Не утаить и не зарыть, что лишнее. Не уподобиться в самой себе матрешке. Свиней погибших столько развелось. Им с крутизны бросаться в коммунизм. Волною дыбилась их ленинская злость. Когда с твердыни низвергались вниз. Судьба трудящихся маститых лицемеров Похожа под копирку на свиное стадо. Варились все неодетальской вере. И за вождем тянулись в пропасть ада. Из гадаринской местности шашлык. Как наивысшее в зубах земное благо. К победам призрачным с боями бодро шли. Под кумачом в могилах братских лягут. Этапы лиходейств жидовской своры Напрасно тужились в тоталитарном сраме. Но рухнул занавес. И приоткрылись шторы. Фугляр-фанатик высветился в раме. На перестройке взрыв эксперимента. Парад-маразм из голых королей. Жгут их труды бахвальство-экскременты. Спихнуть осталось в пропасть мавзолей. Свинячьи статуи и супер... Свинячьи статуи и супер-разора Войдут в историю страшнейшую страницей. Сто миллионов сдуло неизбывно горе. В лабораторном опыте еще варится. Без раскаяния весь путь необозрим. О, Господи, подвиньсь к раскаянию. На ростанях тебя в слезах благодарим. Пусть милосердие всю злобу перетянет. Как незнакомое слово, не можешь перескочить его. Ты его отдельно выписывай и повторяй. Ростани, это где перекрестки разные, все. Юрий Соболев. Благодарю за ответ, Игнать Ильич. Стихотворение, как вихрь, понравилось. Спаси Христос. Ну, а ты если так кулемать, то ты стихотворение его не понял. Тебе его надо раз в десять читать и запомнить. Там столько сказано, вся история страны. О, подохотел сделать лучше лазжи. Рудольф Вирхов сам посетил места, откуда пошли австралипитеки и другие знатные небылицы. Исследовал те кости, на основании которых и был изображен профиль сагберного жителя. И оказалось, что кости принадлежат разным животным и на расстоянии до пяти метров разбросаны. И все остальное мистификация, вымысел карикатуриста и шарлатана. Ну, вот. А вот они там кости нашли и по ним определили, какой был человек. А он туда поехал, ученый, разобрал кости на расстоянии пяти метров, раскопали. И они к разным животным относятся. Они из него слепили человека предыдущего. Кто такой Рудольф? Правильно, Рудольф. Людвиг Калбирхов. Вот здесь, октября, где он жил, врач, патологоанатом, дистолог, физиолог. Один из основоположников клеточной теории в биологии и медицине. Основоположник теории клеточной патологии в медицине был известен также как археолог, антрополог и палеонтолог. Археологическая деятельность, его дальше говорится. Где он был? Куда вы здесь? Просто прочитайте. Это я взял все из Википедии. Вот он где. Ну, я сейчас сюда маленько шагну. Где-то он у меня был здесь. Показать, как он выглядит, этот ученый. Сейчас вы его увидите. Вот. Посмотрите. Немец с бородой. Вот он как. Верхов. Ну, в начале 20 века он уже умер. Теперь мы смотрим далее. Игла. Я сообщаю даже. От сотворения Адама до нового потопа 1650 лет прошло. От потопа до Вавилонской башни 721 год. От сотворения Адама до Христа 5508 лет. И от Христа принято считать 2017 год. Все остальное за этими датами ложь и дьявольская уловка. Никаких австралипитеков и неодолитальцев не было, как предков человека. То есть там могли быть обезьяны, ну проще это. Но как предков человека-то нет нигде. Лицом называют только человеческое лицо. И красиво называется это лицо только у человека. Ну какая бы ни была хорошая собака, кошка, но я говорю, какое у нее лицо, какая морда у ней. Дальше. И ни в одном роде нет переходных звеньев, придуманной дьяволом эволюции, чтобы перейти в другой вид. Все сотворено окончательно, премудро, непостижимо и дает вид продолжения только по роду своему. Бытие 5 глава 3 стих. Адам жил сто тридцать лет и родил сына по подобию своему и по образу своему и нарек ему имя Сиф. Бабушка была не обезьяна все-таки у Сифа. Бытие 1.26. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. Бытие 1.31. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма, и был вечер, и было утро, день шестой. Хорошо, хорошо, хорошо. Никакой эволюции не надо, чтобы совершенствоваться. Бытие 1.21. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных присмыкающихся, которых произвела вода по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо. Понятно, вот это слово по роду их, это надо понимать, что от нее только такой, только такой, какой отец с матерью, такая же птичка будет. Пожалуйста, по мозгам. Бытие 2.18. И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственно ему. Такого же самого. Иван Гриотяна 14.23. Иисус сказал ему в ответ, кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обители у него сотворим. У него, то есть у человека, у него австралопитека. Никакого неандертальца нету, к нему Бог придется сотворить обитель. Дальше. Бытие 24.16. Он просил Юрия показать по Библии, как это выглядит, вот я ему показываю. Девица была прекрасным видом. Дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. И что интересно, в животном мире ни у одного нет такой, чтобы она узнать, кошка девственница или нет, или кобыла. А у человека в ней есть, и получается разрыв. Она ходит, ей это не мешает ничего, но Господь поставил преграду. Ни у кого нигде нет. Откуда она взялась? Для чего это ей нужно? Ни ответа никакого нету. Иов 42.15. И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова. И дал им отец их наследство между братьями их. То есть красиво, я подчеркиваю, какие не было прекрасных. Никогда ни одном животном это нельзя было сказать. Это невозможно. Именно прекрасный только человек. Не Австралопитек. Бытие 6.2. Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивые, и брали их себе в жены. Какую кто избрал? Да. Бытие 29.17. Лея была слаба глазами, а Рахель была красива станом и красива лицом. Да. Бытие 39.6. И оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Иосиф же был красив станом и красив лицом. Ну, а там какая-то обезьяна горбатая. Дальше. Исход 2.2. Жена зачала и родила сына. И, видя, что он очень красив, скрывала его три месяца. Понятно. 1-я царь, 16.12. И послал Иесей, и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь, встань, помашь его, ибо это он. Вся показа в человеке отмечается красота. Дальше. Юрий Соболев. Никогда род таким ракурсом не смотрел на этот вопрос, Иначе Иначе. Новости для меня. Во свете этих стихов Слово Божие. Но я солидарен с тем, что все человека или обезьяноподобные не торжественно человеку. Это иной вид живых существ. Буду ждать и выпуска с этим вопросом. В выпусках вы обычно еще полнее иллюстрирование, рассказываете все вопросы. Раскрываете. А, раскрываете все вопросы на пользу многих. Спаси Христос. Дальше я снова добавляю ему. Игла. Сирахова, 40 глава, 15 стих. Еще раз мыслив, расскажу. Ибо я полный, как луна в полноте своей. Второе. Коринфянам, 11-16. Еще скажу. Не почти кто-нибудь меня неразумным. А если не так, то прими меня, хотя как неразумного, чтобы мне сколько-нибудь похвалиться. Вся история человечества, что можно как-то доказать по датам, умещается в эти 7,5 тысячелетий. И обсасывать чужую блевотину считаю крайне неприличным. С той стороны нет ни одного доказательства, ни письменного, ни свидетелей. Да и зачем они нужны? Придумано это все только для того, чтобы доказать сожженной совести, что нет Бога, нет Творца. И потому по боку любое преступление. Твори, выдумывай, пробуй. Как сказал Маяковский, самоубийца. И после пищеварительного процесса спокойно сойти в могилу на холмике Лопух и внизу черви могильные. То есть для этого человек и жил? Второзаконие 32,5. Но они развратились перед ним. Они не дети его по своим порокам. Род строптивый и развращенный. Вот какой род появился. Род, этот род пришел откуда? А, пожалуйста. Псалом 52,2. Сказал безумец сердца своем, нет Бога. Развратились они и совершили гнусные преступления, нет делающего добро. Осия 9,9. Глубоко упали они, развратились, как в одни гивы. Он вспомнил нечестие их, накажет их за грехи их. Притча 26,4. Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему. Пятый стих. Но отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих. Тут главное не отвечай, а тут отвечай. А как понимать? То есть не будь таким глупым здесь, чтобы подобным ему не сделаться. Не отвечай по его глупости, а выведи этот вопрос на нужный рубеж. Покажи, что в нем закрыто. А отвечай глупому по глупости его, по его глупости, не по своей, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих. Разбей его доказательства. Дальше. Юрий Соболев. Мне сей ваш ответ, Игнать Иванович, ложится на сердце и ум весьма легко. На сердце и ум весьма легко. Ты не там делаешь ударение. На сердце и ум весьма легко. Ну что ж так это? Пошли дальше. Ибо нет нужды погружаться во все это, но сосредоточиться на своей душе. Ибо с этим лишь идти на суд, а не с монографией по антропологии. Аминь. Так получилось, что с близкой сестрой на прошедшей неделе об этом вопросе размышляли. И она сказала, интересно было бы услышать, как Игнать Иванович на этот вопрос отвечает. Вот интересно, как у меня директор, когда с которым сидели, горнулись, и он перед ним выступает, и уже рабочих приучил. А вот интересно, что бы он на этот вопрос Игнать Иванович ответил. И теми директором ли нет-то? А все уже слушают его. Конечно, сказал бы, иди, будь у нас директором. Он, говорит, со мной в камере сидел такой, молился все время. Ответил, что тоже хочу узнать. И вот собирался с мыслями и духом. Благодарю за дополнение, Игнать Иванович. Сестре озвучу ваш ответ. Вот ведь я знать еще не знаю, тут на улице копаюсь, там что-то делаю. А там идет работа, обсуждают. Мне покоя никакого, говорит, покоя только снится. Ну и надо наши ресурсы показать. Какие ресурсы? Ну вот один из ресурсов. Это... Сейчас я вам сразу покажу. Вот. Просится Андриан Будров. Кто такой? Вот просится в друзья, предлагает дружбу. Так. Я сейчас его смотрю. Кто он такой? Что у него есть? Андриан Будров. Так. Марта такого-то. Что у него? Продукты. Контрацепсия. Внимание. Разбинка. Что тут у него есть? Ну что-то тут такое. Женщина нормальная. Не раздетая мужчина. Солидные очки темные. Не принимаю я таких. Вот. Добавил фотографию. Вот я посмотрел, ничего такого нет. Делает нас лучше. И то я со мной не знаю. Хотя это такое дело-то. Я сейчас сразу... Надо ему написать сначала. Откуда сообщение отсутствует. Вот смотрите, как я делаю. У меня сразу про наш сайт есть. Я его этот копирую. Закрою сейчас к нему, захожу. Вот ставлю его сюда. И отсылаю. А и друзья принимаю. Все, подружились. Возвращаюсь на место. И что тут такое? Ну ничего. Это наш... Вот. Катерина. Прочитать. Не знаю, что. Но знаю, что человек этот хороший. Я не боюсь открыть. Вот. Говорил так. Мир вам, Игнатий Тихонович. Как я уже вам говорил, в одной деревне проводила библейские уроки у детей в общеобразовательной школе. Как-то я разучил с детьми песню. Как же попасть мне на небеса? Из-за этой песни родители все встали на уши, сказав, что песня призывает к суициду. Позже обвинили ее в протестантизме и пожаловались в Горано. В городе верующие, когда узнали об этом, начали звонить мне и хулить, сквернословить и клеветать баптистов. О, Катерина попала как. Звонить, хулить баптистов. Игнатий Тихонович, могу я посещать собрание баптистов? Потому что не могу ходить в храм и слушать клевету на баптистов. Но переходить к ним не буду. Ее, главное, бьют, а она опять туда. Ну, почему же не ходить? Только мой совет, Катенька, всегда один и то же. Ходи не одна. Благослови священника и нести туда Слово Божие. Почему нет? Люди-то хорошие. Они любят Библию. Правда, 66 у них книг, не 77. Ну, вот так. Напали. Ну, это тебя Господь закаляет где-то. Видишь, суицид. У них другое-то. Мне смешно, Екатерина, мы тебя помним. Ты дорогая и близкая для нас. Захорони тебя, Господь. Клеветать на баптистов не надо. Но они не церковь. И об этом им нужно сказать. Значит, путь один. Через священника. Тем более, ты находишься там, ну, рядом с отцом Геннадием Фастом. Он тебя уже благословит или нет, не знаю. Но сделай, как скажет священник. И одна никогда не ходи. Хорошего, искреннего брата с собой бери там. И сестру. Можа несколько человек. Ну, а если они там поверят и обратятся там. Ну, никак. Риск такой есть. Ну, только заранее их научите, чтобы они все знали. Вот видите, как выглядит. Вот попутно открываю. Второй ресурс у нас большой довольно. Это православный форум. Вот. Один мне накидал вчера, вот, Николай Астахов. И показал, где мои проповеди. Несколько прям темы были. И ни одна не открывается. А где какие. Непонятно, какие мои проповеди. Почему они не открываются. Я их уничтожил, все эти темы. Ну, их и нету, и нету. Ну, они все темы-то, эти проповеди на нашем сайте. Я на форум перетаскиваю. А тут все что-то меняют. И я сейчас поставить их не могу. Ну, и далее, конечно, наш православный видеоканал. У нас все во свете Библии открытым оком называется. Вот пока разговаривали, кто-то зашел. Ну, боязнь надо же открывать. Матерками прямо гонят. Ну, я не могу сказать, кто, но знаю, что травят их кто-то. Такие есть. Ну, и дальше во свете Библии православный библейский сайт. Библии православный библейский сайт. Очень большой. 50 книг ауди насчитанных. Здесь все проповеди. Звуки видео у вас здесь вот проповеди. И дальше, ну, проповеди Новый Завет. Вот она проповеди. Вот я сейчас ткнул проповеди. Смотрите. 1136 проповедей в храме Барнаула и Потеряевки. Список проповедей Павлов Фагод. Вот я ткнул их. Посмотрите как. Какой том, какая страница. Вот я только прокручивать буду. Это в ворде. Посмотри. Вот она буква. Ну, тысяча еще и что-то говорит. Тысяча сто. Это все надо было сделать. Проповедь сказать. Дальше. Из какой книги, какой том, какая страница. Первая страница, цифра том. Вот такое вот. Дальше. Название проповедей произнесено в храмах. Вернусь назад сейчас. Здесь список проповедей по местам Писания. Те же самые проповеди. Евангелие от Матфея. Глава 1 по 12. И что это здесь? Том 19. Страница 597. Где найти можно проповедь. Иногда указывают, какие именно места Писания считать надо. И священники говорят. Вот у меня сегодня Матфея нужно считать, там, говорит, 5 глава, 18 стих. Где я могу найти вашу проповедь? Я говорю, вот, откройте. 5 глава, вот 18 стих. 518. Если видно, я вот выделяю его. Том 20, страница 637. Вот посмотри, как красиво сделано. Матфея. Какая проповедь. На стихи где это искать? Это проповеди. Вот то, что впереди были. Дальше. На Марка. На Луки. Это я говорил проповеди. Эпиграфом проповеди. На Иоанна. На Деяния. Ну и на все книги Священного Писания. Посмотрите, сколько. Каринфинам. Тимофею. А дальше проповеди по Ветхому Завету. И на различные праздники и события. Вот так у меня проповеди эти. Часть малая, которые сохранили. 123 занятия по Теревке для чтения. Вот. 123 по Теревке для скачивания. Проповеди. Аудио. Аудио там намного больше. 3137 стихотворений здесь. Это я в храме стою. Вот такое дело. Я возвращаюсь назад. Мы говорили о проповеди. Сейчас нас интересует 4124 ответа, которые я давал студентам по радио. И сейчас мы проходим смерть. Вот это слово смерть. 48. Отдельно. Эти мы добавляем в наш материал здесь. Вот смерть. Сейчас я сделаю. Отдвину маленько. Чтобы раздвинуть место. Вот сюда. И давай будем считать. Это у меня вот сюда вот стороночку. Так. Иди сюда, Володенька. Считай. Вот. Вопрос 186. Это первый том открытым оком. Мне вопрос задают. Иван Грозный тоже принял схему. К какому лику он причислен? Ответ. Это знает только Бог. И все откроется на страшном суде. Но сама суета предсмертная. Отречения. Пострижения. До ужаса смешны. И в этом нет ничего евангельского. Божественного. Честного. Это напоминает преступника, захваченного при ограблении, убитого им. Который, увидев подходящий к нему слух царя, и суетливо пытается быстро переодеться в царскую одежду. Это идет игра неприятная и унизительная. Попытка обмануть Бога еще раз. Жили грешно и умирает смешно. Как написано, будто бы было в стихотворении Сергея Есенина. На этом фоне мирная кончина слуг Божий даже не ставится рядом. Что значит схема? Это полное и абсолютное отречение от мира. А о каком отречении говорить, когда смерть уже провела свою черту? Когда уже настали минуты отдыха. Отдыха? Отхода? Какой же отдых-то в смерти, когда дадестой искажается? Когда уже настали минуты отхода. У языческих вождей и у фараонов была уверенность, что за гробом ему потребуются слуги, жены, кони, сокровища. Поэтому все это отправлялось вместе с ним. Вот цыган сейчас так хородит телевизор, ставит там мобильный телефон, трубочку туда проводит, чтобы воздуха ему хватало. А так как туда можно отправить только душу, а душа должна предварительно расстаться с телом, то начиналась дворцовая рубка. Резали жен, слуг, коней. Чтобы вместе с ним отправить. Что делают христиане? Они верят, что в чем Бог застанет при исходе из этой жизни, в том и будет судить. И языческое мировоззрение под христианским соусом приходит при расставании с жизнью. То царство, за которое цеплялся царь Иван, ради сохранения и единства которого он рубил, травил, топил, сжег, отправлял, это царство уже от него отошло. Ему нужно получить, и так этого хочется, царство и там. И совершается православная реинкарнация на пороге смерти, о чем так сильно заботился Адольф Гитлер, чтобы и по стороннему мире быть в верхних шрастрах по Даниилу Андрееву. Все эти схемы на пороге смерти кому нужны еще, кроме как обольщенному сознанию умирающего? А ему нужно было бы дать доброе распоряжение, выпустить узников на свободу и спросить у всех прощения. Понятно желание умирающего, чтобы его любили, о нем скорбели и плакали, как от первомученики Стефани, о легкой серни, Тавифе. Ирод знал ненависть подчиненных к себе, и как его люто презирают подданные, и уже лежа на смертном Адре, как Сталин, затеявший дело врачей, он приказывает арестовать всю тогдашнюю думу, генералитет, Академию наук, всех министров и всех казнить в тот же час, когда его святая душа покинет его благоуханное тело. Это в кавычке слова святая, благоуханная. У каждого из арестованных большая родня, друзья, и при таком ауддафе, 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 вся страна будет рыдать, а погибших не видно. И это будет как бы плач о нем. Что-то подобное совершается и у православных с этими скоропалительными пострижениями, стремительным восхождением, в скобках, нисхождением, отречением, пострижением и возведением по монашеским ступеням. Как шрастры у Данила Андрея, вот так и здесь. А если бы были придуманы еще какие-то звания, то сумели бы в течение одной минуты проскочить и все их. Вот что значит не иметь любви к Слову Божию. Русские патриоты сейчас бьются за колонизацию Иоанна Грозного и советуют молиться ему при всех судебных тяжбах, ибо он за правду, за обиженных и обездоленных. Ну вот так. Как это понимают? Это вопрос, который я отвечаю, который мне задают. Второй вопрос. Вопрос 2095 8 том Открытым оком Чем вызвано было такое почтение к любому изуверству, которое практиковали столбники, затворники? Ответ Это всегда было и есть качество людей мира сего, так наглядно отличающие их от верующих. Истинные последователи Христа не поражаются этим несуразностям, но реально смотрят на это и не меряют по двойной шкале. Если это хламидное бродяжничество по горам у еленов называлось цинизмом, а носители идеи отвержения нормального жития были названы цинниками, то у православных это не цинники, это угодники Божии. Это предмет для кунсткамеры, к ним за автографом везли заморских послов. В этом было местное хобби, этим хвалились. Как гулаговское начальство похвалялось друг перед другом, что вот у него как круто, что академик банщиком работает. Деяние 8.9 Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волховал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Жития. Даниил Столпник, 1 декабря, кавычки открыты. Царь, узнав, что преподобный Даниил принял посвящение, возрадовался и поспешил ко столпу. Сняв с себя царское деяние, он со смирением взошел к преподобному на столб и припал к его ногам. Увидев же, что от долгого стояния ноги преподобного оттекли и загнили, он подъявился его великому терпению и получил благословение с радостью и возвратился домой. И опять лег в мягкую постель. Кавычки открыты. Когда после этого прибыл царь к святому, чтобы посмотреть, не принесли ли ему какой-нибудь вреда, бывшие дожди и ветры, и когда увидал сломанные железные крюки, то приказал как можно лучше укрепить столпы и возвратился от преподобного, получив от него благословение. То есть закрепили, чтобы не упала эта труба, как пищная труба на заводе. Он на ней стоял, а крюки вырвало. Он говорит, еще крепче закрепите. Дорогой же случилось с ним следующее. Лошадь, на которой он сидел, чего-то испугавшись, вскочил на дыбы и упавший назад сбросил из себя царя. Так что и венец с головы далеко отскочил и разломился, а жемчуг и драгоценные камни свинца рассыпались. Вот и все. Конюхом царским был некто Иордан по вере Арианин. Видя падение с лошади, он испугался, что на него падет за это вся ответственность и он будет казнен. Поэтому, вернувши назад, он пришел к преподобному и со слезами просил уходотайства перед царем. Причем отрекался от ереси Арианской и просил присоединить его к православию. Преподобный во уважение к его благочестию написал царю, что так, как Иордан отрекся Арианского зловерия и присоединился к христианскому правоверию, то он достоин помилования. На это царь отвечал святому. Виновником моего падения был никто иной, как сам же я, ибо я имел дерзновение сесть на коня еще на твоих глазах, не отойдя пешком подальше твоего святого столпа. Посему Иордана не только не гниваюсь, но и радуюсь тому, что мое падение с лошади стало для него причиной восстания от падения душевного. Вот так подумать, если человек это сделал Иордан, а Иордан скажет, вот это на, если не в чем, да еще же я теперь изменил свои веры-то, когда ничего не грозило мне. Это как у вас с велосипеда упала одна? Да. Когда одному правителю, в кавычке открытый, когда одному правителю иноплеменного царства по имени Губазий пришлось прибыть для заключения перемирия к Ольву царю греческому, то царь привел его к преподобному Данилу Столпнику и указан на него сказал, вот чудо в моем царстве. Губазий же, удивившись терпению преподобного, стал кланяться не только самому святому, но и Столпу, на котором он стоял и со слезами говорил, благодарю тебя, Царь Небесный, что меня прищетствовал к Царю Земному, ты сподобил видать мужа Небесного и его жилища. Вот какая была вера, ни Евангелия, ни Христа, ничего не знают. А вот теперь камень притащат, на этом камне кто-то стоял и прямо перед крестом положат этого идола и все приходят и целуют. У нас колокола были привезены, мороз по 40 градусов, и бабки идут и целуют на улицу, а то нам мокрое, если убывали, можно представить, что там с бабкой-то есть-то. Колокол стоит в ограде, и никто не зовет, еще все бабки там вокруг колготятся и целуют этот колокол. Там стоял добровольный мученик целую ночь, перенося суровость зимы и лютость мороза. Днем же поднялась такая сильная вьюга, что ученики святого не могли ни глаз своих поднять к столпу, ни оказать святому какой-либо помощи. По прошествии дня наступила еще более суровая ночь, а затем опять такой же день и такая же ночь. И лишь на третий день буря несколько утихла. Представим, на таком морозе на высоте стоять и крышу убрал открытый. Тогда только представив лестницы, ученики поднялись на стол преподобному и нашли его всего с ног до головы обледеневшим, еле дышащим и едва отогрели его. Штурмуют по лестницам как трое город. Обтирает тело теплой водой и губкой. Придя в себя, преподобный сказал ученикам, зачем вы хлопочете около меня, зачем вы разбудили меня от сладкого сна. Я только что заснул с молитвой на устах, однако благодарю вас детям и что вы имеете заботу обо мне, отце вашем. То есть он стоит там и сколько он заблокировал еще, которые охраняют его, смотрят. Вот все это есть. Это что? Бог повелел? И теперь уже царство небесное и все уже отец и сын. А кого он родил-то? Видя слезную просьбу царя, преподобный позволил устроить крышу над своим столпом. Но не для своего облегчения, а ради усердной просьбы царя, который имел к святому такую любовь и уважение, что приводил всех приходивших к нему послов и великих князей в столпу преподобного? Чудо! То сам лично, то со своими придворными вольможами приходившие же удивлялись столь великому мужеству преподобного отца, с которым он переносил днем и ночью и стужу и жар и обыкновенно уходили от него с чувством духовного умиления и с великой духовной пользой для себя. Какая польза? Что? Уверование? Слово Божие, он говорил, ничего этого нету, нету. Идите по всему миру, ноги сгнились, стоит на одном месте, но не сдвинется. Это тысячелетие придумали вот эту вот казнь. Но это не мазохизм, никак нельзя назвать, нет, это святость. Ну вот и все. Причем тут кто-то, когда реально потеряно все. это мне надо увеличить до двадцатого хотя бы. Вопрос 960, третий том открытым окон. Иуда был первым человеком в аду. Иуда был первым человеком в аду после воскресенья. Почему Иуда был? Иуда был первым человеком? Ты не туда выдарение делаешь-то. Иуда был первым человеком в аду после воскресенья Христа. Ну теперь понятный вопрос. Да, да. Ответ. Это мне, я стою за кафтером в университете и мне записки идут. В старинных лицевых книгах так именно и отображалось, и описывалось. Но Библия об этом умалчивает. Чего нет, чего в Библии нет, о том не рассуждаем. Святой Иоанн Златовский. Вопрос 1016 Третий том Открытым оком. Душевно больной человек спрыгнул с девятого этажа. Будет ли это считаться за самоубийство и можно ли о нем молиться? Какие вопросы задают? Ответ. Правило Тимофея 14 Вопрос. Если кто будучи вне себя подымет на себя руки или повержен себя с высоты, за такого должно ли быть приношение или нет? То есть похожий вопрос это уже отвечен. Ответ. Ответ. А таковом священнослужитель должен рассудить, подым ли будучи вне ума садел сие. Ибо часто близкие пострадавшему от самого себя желают достигнуть, дабы будет приношение и молитва за него, неправду говорят, что был вне себя. Может быть, что соделось от обиды человеческой или по-иному, в каком случае, от малодушия. И о таковом не подобает быть приношение, ибо есть самоубийца. посему священнослужитель непременно должен со всяким тщанием испытывать, да не подпадет осуждению. Интересно, вот сейчас артистки там новосибирские, она под поезд бросилась, и там памятник ставят, и память, и священники там молятся, и все. Самоубийца отпевают. Вопрос 1017-й, третий том открытым оком. Откуда это выражение? Дышать на ладань. Что оно обозначает? Да. Ответ. Это не евангельское изречение, а бытовое. К больному приглашали священника, а священник, как правило, приходит во все оружие. Риза, свечи, кадила, ладан, илей, святая вода. Наиболее запоминающимся оказывается дым и запах его, который витает и у гроба, и наполняет всю комнату. Выражение «дышать на ладан» говорит, что человек неподвижный лежит в комнате и дышит воздухом, наполненный фимиавом и скодильницы. Иакова 5,14 «Болин ли кто кто из вас пусть призовет пресвятеров в церкви и пусть помолится над ним, помазав его илеем во имя Господне?» Некоторые совсем уж неверующие или маловерующие все еще цепляются за жалкую жизнешку, думая как-то выкарабкаться из подступившей к ним беды. Родственники, зная их богопротивный характер и видят, что болезнь и таких и не таких подминала из-под воль начинают подводить его к мысли об исповеди и соборовании. Нелетко такие прозелиты в кавычках в сердцах говорят, что вы меня раньше времени живем-то хороните. Я и без попа еще поднимусь. То есть этот человек явно в кавычках дышит наладан и вот-вот будет петь Лазаря. то есть считать отходную как отчетвородневно братья Марфы. Приход священника с его атрибутами и в первую очередь к адилам рассматриваются как заказ на смерть, подведение черты, а должны бы рассматривать священник как вестника жизни, евангельскую трубу, благовестие. Как часто доброму отрада лишь в слезах, спокойствие в земле, а счастье в небесах. Не вечное тебе, не вечно здесь томиться, учешься, и туда твой взор да устремится, где твой смущенный дух найдет себе покой, где позабудешь все, чем он терзался прежде, где вера не нужна, где места нет надежды, где царство вечное одной любви святой. Андрей Иванович Тургенев, 1781-1803 год. Видите, какой вопрос, и как на него сколько, какой ответ. Захватывает все и писание, и поэзию. А сегодня смотришь, священник, он зовет вопрос, и какие скучные ответы дают. Вопрос 1020-й, третий том открытым оком. Сколько лет должно пройти, чтобы можно было что-то строить на бывшем кладбище? Или кладбище вообще неприкосновенно? Видите, как? Вопросы какие? Ответ. Кладбище это Нива Господня. Это то место, где соработники не нужны. Иван Гриотяна, 5 глава 28 по 29 стих. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глаз Сына Божия и изыдут творившее добро воскресение жизни, а делавшее зло воскресение осуждения. Пророчество против врагов Божьих касалось и кладбищ. 4 царств 23 глава 16 стих. И взглянул Иосия и увидел могилы, которые были там на горе, и послал и взял кости из могил и сжег на жертвенники. Я сквернил его по слову Господню. 2 параллель по Минон 34 глава 5 стих. И кости жрецов сжег на жертвенниках их и очистил Иудеев и Иерусалим. И сейчас точно так же делают. Вот кости как будто бы гитлер с Евой и нашли и сожгли. И от которых приговорили к смертной казни, повесили, нюрминский процесс был, Геринга там всех, точно так же сожгли и развеяли где-то по рекам или где-то. А сами ничего не признают. Что касается обычного порядка, то в каждой местности есть свои нормы. Например, после того, как было последнее захоронение. Через 25 лет разрешается строить, делать перезахоронение. Правильно ли это? Святые отцы, создатели канонов, отвечают, что это недопустимо и приравнивается к гробокопательству. К этому же относятся и археологические раскопки человеческих захоронений. Считаем. правило Григория Низского. Правило шестое. Токма, татьбу, татьбу, это творовство, гробокопательство и святотатство почитаем чашкую болезнью, потому что таково у нас осем преимственно от отец предания. Дальше. Григорий Низский. Правило седьмое. И самое гробокопательство разделяется на простительное и непростительное. Ибо если кто щадя честь мертвых и не касаясь сокрытого в огробе тела, да не явится перед солнцем неблагообразие естества, некоторые камни на гробе положено употребить на какое-либо построение. Сия, хотя и не похвальна, впрочем, по обыкновению сделалась простительным, когда оно и вещество будет обращено на нечто лучшее и общеполезнейшее. А истязывайте прах тела разрешившегося уже в землю и подвигнуть их кости в надежде приобрести некое украшение, закопанное с умершим. Сия подлежит такому же суду, как и простой блуд с соблюдением различия, показанного в предыдущем слове, то есть доусматривает предстоятель целения врачуемого и самого жития его так, что может сократить продолжение пяти ми, определенное правилами. Вот и ответ. Не трогать. Ну а если это делать, ну кости собрать, перезахоронить где-то и вот сейчас здесь что-то строят храм в Барнауле и там раскапывают кости, а делали как склеп маленький, ты кирпичи и все, и там костюмы и некоторые вещи сохранились там, кому не надо, ребятишки таскают, черепа, в них вставляют свежки, чтобы светились, бегают ночью. Прямо недалеко здесь. Дальше. Вопрос 1876, 7 том открытым оком. Кончина любого человека уникальное явление, но когда читаешь об угольниках Божьих, то эти события выглядят вовсе не трагично. Дайте этому примеры. Ответ. Я должен дать примеры, а как дать примеры, я должен привести конкретное священное писание что-то и жития святых. Но я говорю, я по радио в это время говорю, в школах или в милиции, но когда побежишь за книжками-то, я должен непременно сразу же отвечать. Самое неприемлемое верующим смерти святых, это их доходящее до отчаянности иногда неуверенность в любви Божией. Всю жизнь пробыв в монастыре, они так и не подошли к милости Христовой. Верующие же вместе с апостолом могут сказать 2 Тимофея 4 Глаза 7 по 8 стих. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его. То есть эти слова может любой прочитать, который любил Христа и жил с Богом. Филиппийцам 1, 23 влечет меня то и другое, имея желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Лучше? Ян Златоуст 30 ноября 13 Кавычки открыты. Копирую оттуда из жития Дмитрия Ростовского. Тогда святой вошел в церковь, спросил светлые церковные ризы и переодел на себе всю свою одежду, начиная с обуви. Затем свои одежды он раздал находившимся с ним на корабле, а в церковных одеждах совершил литургию и причастился при чистых и животворящих тайн тела и крови Христовой. Потом благословив всех присутствовавших и отдав им последнее целование, возлегся словами «Слава Богу за все!» Вот когда он шел в ссылки, до места еще не дошел, и вот как его смерть была. И вслед затем предал дух свой в руки Божии. Это было в самый день воздвижения честного креста Господня. Таким образом святой угодник Божий в течение всей своей жизни низший крест свой, распинаясь для мира и сораспинаясь Христу, скончался в день посвященный памяти честного креста. Наша крестовозвиженская община это отмечает. Так то угас церковный светильник, так умолкни злотые уста, так совершил подвиг и скончал течение добрый подвижник и страдалец, проживший шесть лет на патриаршем престоле и проведший три года без знания, переводимый с места на место. Менинг 22 ноября Менинг как будто бы шифровальная машина в Германии была, название ее. Тогда его сняли с дерева и отсекли главу. В это время из уст цветов вылетела к небу чистая горлица. Горлица, то есть дикая голубка. Кикерия 22 ноября Как только совершилась казнь, Максим подклятвою засвидетельствовал перед всеми, что он видит ангелов Божьих, сияющих как солнце, которые приведшие души святых из телес как каких-либо прекрасных девиц из чертога, возносят их в высокой славе к небесам. Феодор Студит 11 ноября Он болел в продолжении четырех дней, а на пятой наступил конец его болезни. О безболезненной жизни начало. Когда преподобный приближался к представлению, к нему собралось множество братьев, и они плакали о нем, как о своем отце и учителе. Взглянув на них, он немного проследился и сказал, «Отцы и братья, вот приспел конец моей жизни. Мы все должны испить сию общую чашу, одни раньше, а другие позже, а все же мы не минем того часа. И вот я ухожу путем, коим отошли наши отцы, туда, где жизнь вечная, а на пачи, где Господь и Бог, которого возлюбила душа моя. Его я от всего сердца возжелал, его я назывался рабом, хотя я не исполнил своего ему служения. Вы же братья мои, чадо любимые, оставайтесь верны словам моим, которые я передал вам, содержа правую веру и благочестивую жизнь. Вы знаете, что я не переставал возвещать вам Слово Божие наедине и в собрании всех. Ныне же я усердно умоляю вас, имейте его в вашем уме и сохраняйте, потому что у меня есть забота о вас, как о желающих дать о вас отчет. Посему и вы заботитесь, дабы непорочным отойти отсюда. Я же, если обрящу дерзновение перед Господом, обещаюсь молиться за Мартин Милостивый. Как умирали люди. Из разных житий святых я беру именно тот момент, когда они умирали. 12 октября. К концу своей жизни Мартин услыхав, что между духовенством в округе Канда возникла ожесточенная расприя, поспешил туда, чтобы восстановить примирение между ссорившимися клириками. Зазвав своих иноков, он предсказал им о приближении своей кончины и отправился в путь, напутствуемый их слезами и воплями. Восстановив мир в Канде, святой подвергся там жестокой горячке и, чувствуя наступление своей кончины, приказал своим ученикам положить себя на пол саванне. Саванне и пепли. Саванна это степь, а саванн это одежда смертному человеку. Одно ударение, как меняет все. Потому что так, по его словам, по его же словам должны умирать христиане. При этом он, как казалось, ему видел близ себя дьявола. Вот так. Две тысячи иноков и хор действенниц сопровождали тело его. Пав мутий Боровской 1 мая, простившись с братьями, преподобный пошел к литургии, поддерживаем своими учениками. Когда один из них, уже не молодой, желая поддержать святого, взял его за ладонь, то преподобный с гневом выхватил руку и велел держать себя только за одежду. Вот каким осторожным хранителем бесстрастия был он. Даже в старости болезни уже предсмертным исходом не дозволял прикасаться к своему телу. Старец ничего не вкушал в тот день, только попросил себе сытый, то есть воды с медом. В тот день великий князь московский Иоанн Васильевич, неизвестно, как узнавший о болезни преподобного Павлутия, прислал к нему посла с грамотой. Когда ученик подал подвижнику великокняжеское послание, он сказал «Возврати послание принесшему, пусть отдаст его пославшему. Теперь я уже ничем не связан с миром, не желаю чести и не имею страха предсильными мира». Иннокентий заметил своему наставнику «Что касается тебя, ты сказал правду, но ради Бога сотвори полезное нам, не оскорбляй великого князя, не разгневай его». Старий же ответил «Истину, говорю вам, не разгневайте единого, тогда ничего не успеет против вас гнев человеческий. Если же единого разгневаете Христа, никто помочь вам не сможет, а человек, если разгневается, снова смягчится». Серафим Саровский, 2 января. «В келье Серафима всегда горели негасимые никогда старцем свечи, который на предостережение относительно этого обыкновенно отвечал «Пока я жив, пожара не будет, а когда я умру, кончина моя откроется пожаром». В продолжение восьми дней тело преподобного Серафима стояло открытым в Успенском соборе. В день погребения его за литургией было так много народа, что местные свечи около гроба от духоты гасли. В начале следующего 1903 года Святейший Синод в полном убеждении в истинности и достоверности чудес, совершавшихся по молитвам старца Серафима, определил признать его в великий святых, благодатью Божию прославленных, а всечестные останки его святыми мощами. А до этого было, ни один его не признал. И вообще Пушкин, современник, даже не упоминает. Но царь сказал канонизировать, все кончилось. И уже дома вся проголосовала как надо. То есть ни откровений Божьих здесь ничего нет. Чисто человеческое вот такое. Феодосий Великий, 11 января. В начале у преподобного было 7 учеников, зная, что для начинающих жить по Божьему нет ничего полезнее, как памятование о смерти. что называется и считается истинным любомудрием. Святой повелел ученикам выкопать могилу, чтобы, взирая на нее, они учились помнить о смерти, как бы имели перед глазами. Когда могила была готова, преподобный пришел посмотреть ее. И, стоя над могилой, сказал ученикам своим, как бы усмехаясь, душевным же очами провидя имеющее быть. вот чадо могила готова. Не найдется ли между вами кого-либо готового к смерти, дабы обновить с собой эту могилу? Играли с чем? Когда святой сказал это, один из предстоявших учеников его по имени Василий, пасану Иерей, тотчас, предупреждая других, пал на колено перед старцем и, распростершись лицом на землю, просил благословения умереть и быть погребенным в той могиле. Благослови, отец, говорил он, мне обновить могилу, чтобы мне первым из братьев, получающихся смерти, быть мертвецом. Ну, спрашивается, ну, что тут евангельское, какое есть-то? Старец соизволил на его просьбу и повелел совершать поминовение по живому Василию, как уже по умершим-то, согласно закону о поминовении усопших. В третий, девятый, сороковой день, когда окончилось все поминовение, скончался и блаженный Василий без всякой болезни, как бы уснул сладким сном и почти он перешел ко Господу. По прошествии сорока дней после погребения его старец увидел Василия, который явился посреди братьев во время правила и пел вместе со всеми с ними. Он помолился Богу, чтобы и у прочих открылись глаза, чтобы и они увидели явившегося. Увидев его один из братьев по имени Аетий, от радости устремился обнять его руками-то, но явившийся точно исчез и стал невидим. Удаляясь, он сказал во всеуслышание, спасайтесь, отцы и братья, спасайтесь, а меня больше здесь не увидите. Ну что, это не вызыватели умерших, так угодно можно что подумать, зачем это все? Дальше. Это было первым свидетельством добродетели преподобного Феодосия, что у него был таковый ученик, готовый по его наставлению на смерть и оказавшись после телесной смерти живым душою по слову Господню в Евангелии. Иван Гратиана 11,25 Иисус сказал ей Я есть в воскресении жизнь, верующий в Меня если умрет, оживет. Вот какая игра была первым свидетельством добродетели, что он мог сказать и человек умирал. Кирилл 11 мая Константин узнав о своей смерти начал петь следующую церковную песню Псалом 121 1 стих Возрадовался я когда сказали мне пойдем в дом Господень Возвеселился дух мой и сердце мое обрадовалось Затем он оделся в лучшие свои одежды с радостью проводил весь тот день и говорил С этого времени я никому на земле не слуга но только Богу Вседержителю и был и есть и буду вовеки Аминь На другой день Константин пожелал принять схему причем был назван Кириллом Кириллом Мефодий болезнь его продолжалась 50 дней Однажды во время своей болезни Кирилл обратился к Мефодию с такими словами Вот брат говорил мы с тобой были как дружная пара валов возделывающих одну нибу и вот я падаю на борозде окончив свой день Я знаю что ты сильно возлюбил гору Олимп но ради горы не думая оставлять своего учения этим подвигом ты лучше можешь достигнуть спасения как окровение какое-то пойти к людям Пахомий Великий 15 мая Известен один важный случай жизни женского монастыря Одна из монахинь как-то вышла за ограду монастыря Она встретилась с мирянином портным и удивляясь спросила о причине прихода в эти места Тот ответил что желал бы иметь работу Сестра возразила что они имеют собственных портных Портной удалился свидетельство этого разговора была одна монахиня монахиня ну ладно монахиня поссорившись как-то с той монахиней она стала порицать ее и припоминала сукоризный ее разговор с портным Портного нету ничего натолкнуть надо женская ядовитость какая молодая инокиня взволнованная ложным обвинением горячо плакала она преувеличена представляла себе тот позор какой по ее мнению ожидала теперь в монастыре в угнетаемой скорби она тайно пошла к реке бросилась в ее волны и утонула узнав об этом другая сестра позволившая себе незаслуженную укорять несчастную молодую инокиню инокиню впала в великое отчаяние и лишила себя жизни задушив себя веревкой монахиня скоро узнал об этом преподобный Пахомий глубоко опечаленный этим случаем старец запретил поминать их в молитвах домашних совершать литургию и подавать милостыню за них Пахомий строго отнесся и ко всем сестрам общежития ввиду того что они не употребили должного старания чтобы найти невинную и обидчицу примирить и успокоить их и пренебрегли их положением и спокойствием а может быть и поверили клевете одной из сестер старец отлучил их от цветов притящения на 7 лет на сегодня кто услышал это попы то с ума сойдут на 7 лет а что же они будут делать когда никого не причащать они прям умирают если человек причащается не каждый день Григорий Вологодский 30 сентября когда приблизился его кончина он дал братьям последнее завещание говоря когда душа моя разлучится с телом не удоставите меня никаких почестей а просто взявши за ноги мое тело стащите его в болото Дмитрий Ростовский 21 сентября за 3 дня до представления святого Дмитрия болезнь давно уже таившаяся в его груди обнаружилась с особенной силой в кашле тотчас он приказал позвать к себе певщих для пения им самим сочиненных духовных песней во гробе под главу и под все тело его были посланы по завещанию святителя его черновые бумаги в житиях святых то есть он не хотел даже кому-то показывать он там на 90% все выдумал только у правой руки 4 перста переломились от обвалившейся во внутрь гроба доски это когда раскопали его и левая рука отделилась от локтя все прочие части тела совершенно крепки дальше Епихария 27 сентября за твердое исповедание имени Христова ее повесили и строгали после чего 40 воинов били ее оловянными молотками ну еще отбивную котлету из нее делали по одному даже ударить негде 40 ну один даже бьет но один ударит теперь второй подошел молоток передал или как Симеон Столпник 1 сентября не слышно было дыхание только сильное благоухание как бы от различных благовонных ароматов исходило от тела его и плакал весь народ даже птицы во множестве и на виду всех с криком летали вокруг столпа как бы плача о кончине такого светильника миру всенародный плач слышен был на 7 стадий и окрестные горы поля и деревья казалось будто сетовали и плакали вместе с людьми ибо всюду воздух был примрачен и носились темные облака я же видел явившихся при святых мощах ангела и было лицо его как молния а одежды как снег и с ним 7 старцев беседующих слышал и голос их но что говорилось не разумел ибо страх и ужас объял меня это 7 столп когда умер остальное что видели а вот главное воздух примрачен носились темные облака птицы кричали да любой скажет что колдун умер всегда было так а здесь нет это святое а почему именно такой природы ничего не понятно Зосима Вавилонский я не считаю колдуном я говорю так всегда говорят когда какой-то волк где-то погибает и птицы и бури поднимаются такое у него было Зосима изумившись их прозроливости возвестил об обстоятельствах смерти своего ученика которые и без того были известны старцем тогда оба подвижника восставшие пошли вместе Зосимой к брату Иоанну увидав умершего лежащим на земле они сказали не скорби Ава Зосима Бог поможет тебе и после этих слов громко возгласили обратившись к умершему брат Иоанн встань ибо тебя зовет твой Ава мертвый тотчас же ожил и встал с земли тогда старцы отыскали змею и разорвали змею которая укусила его и разорвали ее надвое Маркелин 7 июня так скончался священномученик папа Маркелин оставивший образец покаяния для многих подавших в то время подобный грех ибо тогда многие отвергались от Христа из-за страха перед мучениями и он сказал папа отвергся и стал язычником потом брат навернулся его казнили и он оказал тело мое не хоронить его бросили но валяется и валяется но потом уж видения начались евдоким 31 июля когда он лежа на одре болезни приблизился к смертному часу то созвал своих домашних и завещал их склятвою склятвою все уже умирает и все клятво а клятва запрещена чтобы они по отшествии души его не осматривали не обмывали его тело и похоронили в той же одежде и тех сапогах я это как раз наказал меня так же точно хоронить какие были на нем и так положили бы его во гроб потом приказавший всем выйти и затворить двери он совершил молитву которые слышали некоторые через дверь в молитве он просил чтобы кончина его никому не была видимо как и жизнь его заключавшая в себе тайные подвиги не была кому-либо известна Пимен Палестинский 27 августа яви любовь мне отче расскажи почему ты не пострадал от холода будучи анагим и отвечал мне старый пришел лев лег около меня и согрел тело мое однако знай сын мой что я буду съеден зверями тогда я спросил его по какой причине ты отче будешь съеден зверями на этот старец ответил мне когда я жил в мире на родине моей оба они происходили из Галати то я был пастухом овец однажды когда я пас овец мимо моего стада проходил некоторый муж мои псы напали на него и растерзали я мог я мог спасти его от псов но не сделала этого и узнал я по откровению Божию что и я должен умереть такой же смертью именно будучи буду растерзан зверями Евпраксия 25 июля так рассказывала игумене старецам о своем видении а сама плакала и наконец сказала вот ныне десятый день с тех пор как я видела и завтра Евпраксия представится услышав это Юлия стала бить себя в грудь и пошла в пекарню с плачем и рыданием увидала ее плачущую Евпраксию и сказала заклинаю тебя сыном Божиим скажи мне что ты слышала что так плачешь я плачу отвечала она потому что сегодня мы расстаемся с тобой я слышала от великой госпожи нашей что завтра ты скончаешься Евпраксия как услышала это тотчас лишилась сил и упала на землю словом мертвая Юлия сидела над ней и плакала потом Евпраксия сказала Юлия дай мне руку сестра моя подними меня и отведи меня к дровяной сарай там положи меня Юлия так и сделала Евпраксия лежала на земле плакала и говорила Господу за что Владыка ты погнушал со мною странницей сиротой за что презираешь меня теперь бы мне время трудиться и бороться с дьяволом а ты берешь а ты теперь берешь у меня душу смилуйся надо мной рабе рабой твоей Господи и оставь меня по крайней мере на один этот год чтобы мне покаяться в грехах моих потому что не покаялся нет у меня добрых дел и нет у меня надежды на спасение вот как уверовали они умершим нет покаяния ни слез и ни мертвых хвалят тебя Господи нисходящий в ад но живые благословляют имя твое святое дай мне один год как бесплодной смоковнице когда она так рыдала одна из сестер услыхала пошла и сказала игумене со старицами кто рассказал и спросил игумене о нашем разговоре и смутил ее душу не запретил ли я вам сообщать ей эту тайну пока не придет ее час что вы наделали прежде времени смутили ее поедите приведите ее сюда когда привели святую она упала в ноги игумене говоря отчего не сказала ты мне матушка что близка моя конщина я бы поплакал о моих грехах вот теперь я отхожу без надежды на спасение нет у меня благих дел пожалей меня владычица моя помолись обо мне богу чтобы он дал мне пожить один год дабы мне покаяться грехах я отхожу без покаяния и не знаю какая тьма обымет меня и какая мука ожидает меня это всю жизнь провела с молодых лет там и никакой надежды на спасение нету игумене на это сказала ей жив господь дочь моя и праксия нетленный жених твой христос удостоил тебя небесного царствия и приготовил тебе прекрасный чертог и венец вечной славы и начала игумене рассказать ей все свое видение о ней и так утешала ее вселяя в ее душу надежду кроме того она просила ей в праксию помолиться о ней Богу чтобы она чтобы он ее сподобил такой же участи и в праксии лежа в ног игумени занемогла сначала в ней сделался озноб а потом жар объел ее возьмите ее сказала тогда игуменя сестрам и внесите в молельню приходит ее час ее взяли положили в молельню и сидели возле нее скорбя и плача до вечера вечером игуменя приказала сестрам принять пищу а при и праксии остаться одной Юлии так как та никогда не оставляла ее Юлия затворилась с нею и пробыла до утренней она просила и праксию сестра не забудь меня перед господом вспомни что я расставалась с тобою вспомни что я играм и научила тебя вспомни что к подвигу я побуждала тебя умоли Христа чтобы он и меня взял с тобою с наступлением пришла и та которая евфраксия избавила от мучившего ее беса она целовала руки ее со слезами говорила эти святые руки много послужили мне недостойно ради бога имя отогнан был от меня мучивший меня дьявол евфраксия же ничего ей не отвечала и сказала игуменя разве не жаль тебе этой сестры евфраксия она так плачет а ты ничего не скажешь ей евфраксия взглянула на эту сестру и сказала что ты беспокоишь меня сестра оставь меня в покое я при кончине уже но бойся бога и он сохранит тебя потом посмотрев на игуменю она сказала молись за меня матушка так оттрудно душем в эту минуту то есть большой здесь большой вопрос большой ответ и маленько побольше у нас получилось ну и все